В военных костюмах с транспарантами, воздушными шарами и флагами красногорцы двигаются по Волоколамскому шоссе. На трибуне, специально подготовленной к этому мероприятию, участников шествия встречают ветераны района. Самая массовая колонна – участники акции «Бессмертный полк». Жители и гости города несут портреты своих родных и близких, не доживших до Дня Победы. Это личный вклад каждой семьи в дело сохранения общей памяти о предках. Глава района, сотрудники, руководители администрации поселений идут в одной колонне с молодежью. Волонтеры, юные патриоты из клубов и объединений. Они тоже сегодня в строю. Колонну работников промышленных предприятий возглавляет Красногорский завод имени Зверева. Марка «Зенит» хорошо известна в нашей стране. Но не менее популярна в России продукция красногорских компаний. Кнауф Гипс, Бистром, Бицема, Биомет, Конфаэль и многих других, работающих на территории нашего района. Шагающих стройными рядами сотрудников этих предприятий горячо приветствуют зрители. Атмосфера, отмечают участники парада, незабываемая. Ну, чувства какие. Что мы патриоты своей родины и гордимся этим. И тебе понравилось вот таким единением? Конечно, ну, столько народу я не видел никогда. Настроение отличное, предприятие отличное, праздник отличный, всех с Днем Победы, ура! Мы Биомет имени Мечникова, мы очень рады, что приветствуем наше предприятие на 70-летие Великой Победы. Нам очень приятно, мы счастливы, что 70 лет наши деды отстояли наше счастье и нашу мирную вот эту прекрасную весну. С праздником! Кнауф Гипс предприятие. Впервые ли участвуете? Не, не впервые, уже участвовал в параде. Каждая группа отличается своей атрибутикой, флагами и одеждой. Кто-то в парадных костюмах, кто-то в фирменных куртках. Работники сферы ЖКХ предпочли военное обмундирование. Подготовились на славу. Кажется, этой огромной колонии нет конца, и шествие лишь прерывается ненадолго, когда звучит музыка, и на площадку перед трибунами выходят танцоры и певцы.